Всем привет дорогие друзья! С вами компания 2строитель.рф и я Пынзар Сергей. Я сегодня приехал опять же к Дмитрию. Сегодня мы подготавливаем фасад. Как вы видите, фасад обработан, но не весь пока еще. Как только с фасадом закончим, вы извините, просто ветер сильный дует. Как только фасад будет у нас готов к нанесению караеда, мы обязательно вам покажем, как мы это делаем и каким образом. То есть, соответственно, у нас сегодня на улице плюс 6 градусов, поэтому краска достаточно быстро вся высохла. Видите, да? Нет, ничего не остается. Все сухо, все хорошо подсохло. Поэтому, думаю, что сегодня успеем дообработать наш дом. А с завтрашнего дня мы начнем уже полностью заниматься караедом. И, кстати, давайте перейдем в дом. У нас как раз Дмитрий сегодня должен заниматься вытяжкой. Обязательно покажем, как это все происходит. Ну и еще расскажем про котел, потому что много вопросов про запуск котла. Дмитрий, к сожалению, не снял видео, потому что, когда я ему дал камеру в руки, он вместо того, чтобы снимать видео, снял фото. Поэтому в прошлом ролике про котел не так много информации получилось, потому что Дмитрий перепутал кнопку видео с фото. Ну ничего страшного, пойдемте, сейчас он все нам расскажет. Пойдемте в дом. Ребят, ну мы подготовили фасад. Мы его прогментовали, прокрасили. Стыки мы уже вам показывали то, что мы заделывали герметиком специальным, получается, все у нас высохло. Специально мы добавляли специальную штучку, чтобы у нас это все высохло. Поэтому вот смотрите, видите, все отлично. Дим, ну просто многие говорят, ребята, остановитесь, а то весной будете переделать. Что можешь таким ребятам сказать? Хочу сказать то, что... Если надо, переделаем. Да нет, все будет хорошо. Сейчас у нас тепло, сегодня у нас плюс 5, вчера было плюс 6. Поэтому у нас почти весь дом готов для нанесения короеда. Завтра начинаем наносить короед. А температурный режим у церезит будем брать, короед. Вот, 175-й он такой идет на эластичной, на резиновой основе. Поэтому у нас все подсохнет, все будет шикарно. Подсохнуть ему нужно, ну, в сутки он высохнет. Вот, получается вот такая шикарная, ровненькая стеночка. Шикарная, ровненькая стеночка, шикарная погода у нас. Шикарная погода, только ветер сегодня сильный. Только ветер сильный, да. Но зато быстрее высохнет. Все, и под слоем короеда никакого шва нет ничего не будет. Ну да, главное, вот как раз покажем, что шоу не будет видно, потому что вот сейчас швы вы видите, да. Потому что еще тонкий слой красный, конечно, видно. И то она, видишь, такая подровнялась уже. То есть, когда будем наносить короед, она совсем уже... Ну, я предлагаю в дом пойти, вентиляцию покажем. Пойдем. Так, у нас еще сказали, чтобы мы рассказали, как у нас обвязано покателем. Нет, мне хочется, чтобы ты рассказал то видео, которое рассказал я, когда ты мне не вместо видео снимал фото. Попросил, Диман, сними меня, он сделал фото. Я это называю трехходовым клапаном. На самом деле, я не знаю, как это правильно называется, но это наподобие трехходового клапана. Вот. Из одноконтурного котла сделан двухконтурный котел. Значит, вот это у нас, видите, открыто. Это у нас идет подача горячей воды. Смотрите, давайте вот так вместе, да, потому что задавали вопрос, что будет пошла. Интересно, подача стоит тройничок, значит, на верхние батареи. Все у нас идет под полом первого этажа, то есть здесь все батареи и сверху уходит до радиатора. Это магистраль вверх пошла, это магистраль пошла на первый этаж. Видите, здесь сделал кранчики, чтобы можно было перекрыть первый этаж, если надо. Это можно перекрыть второй этаж, если надо. Ну, друг, радиатор надо поменять. Обесточки, да. Вот это рядышком идет магистраль, то есть это обратка уже идет с верхних радиаторов. Ее также можно перекрыть обраткой. И вот, видите, через тройничок, так же, как и здесь у нас, да, через тройничок у нас идет. И получается, через тройничок и опять идет сюда. Это обратка, да. Смотрите, очень интересно, мы сделали воду, прям супер. Это для тех, кто будет отапливаться не жидкостью теплым домом, а будет отапливаться водой. Вот эта вода заходит, да, у нас. Здесь у нас идет тройничок с муфтой. Здесь у нас идет кабель нагревающий элемент, чтобы у нас вода от дома до земли не замерзла. Два метра кабель вставлен прямо в саму трубу. Дальше идет у нас перекрытие, то есть закрываем воду глушим, подачу в дом, то есть сейчас она открыта. Дальше идет у нас фильтр. Вот, дальше у нас идет вода на холодную. Тройничок, вода пошла на холодную, в гребеночку, которая у нас с вами стоит в санузле на первом этаже. Дальше, значит, у нас идет, вот это идет, вот эта вода у нас идет, так, 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 это идет у нас, это правильно все на холодную. А, нет, ребят, вот это у нас идет, вот это нижняя, да, у нас много труб очень, да, вот это нижняя у нас идет на подпитку бойлера. Вот это, верхняя, значит, у нас, вот этот вот уже идет, тройничок, да, это идет у нас на санузел, на гребенку, на холодную воду. Вот это уже дальше идет, да, у нас, это дальше идет у нас уже подпитка воды в систему отопления. То есть, смотрите, у нас тут 1,7 бар, да, если у нас падает давление, мы просто вот туда снимать, приоткрываем, видите, поднимаем давление. Все, значит, вот оно у нас идет и заходит сразу же вход воды холодной в котел. И также идет у нас это на отопление уже, обратка. Вот, ребята, что еще хотел вам сказать, как мы запитали горячую воду, да, так, 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 сейчас, подождите, дайте мне самому разобраться. Горячая вода, значит, у нас вот идет. Горячая вода у нас, значит, идет с бойлера с вами. Обогрев в санузлах полотенца с сушителями у нас идет от бойлера. Так, значит, вот у нас петля пошла от бойлера с вами. Так, где она? Вот выход горячей воды, видите, вот он идет и заходит туда. Сейчас мы идем в санузел, сейчас я вам покажу, вы все поймете. Вот она у нас идет, значит, смотрите, вот через тройник она у нас. Так, это холодная. Нет, это горячая вода, вот. Из бойлера, значит, она прошла горячая, да, вода. Она у нас заходит на горячую воду через уголок, вот это будет горячая вода. И здесь стоит тройничок. Он стоит для того, чтобы у нас циркулировалось. Вот она идет, труба эта идет, да, и вот она идет наверх. Вот эта труба идет наверх. Здесь мы будем разрезать, здесь ставить будем тройнички. Будем весить сюда полотенцесушитель, и полотенцесушитель будет идти в обратку. Вот это обратка. Понимаете, да, что мы сделали? Мы сделали циркулирующую, горячую воду магистраль. То есть у меня всегда полотенцесушитель и всегда будут горячие. Вот это очень важно, потому что если вы сделаете как-нибудь отсюда, то они у вас не будут уже никогда горячими. Вот. Это нужно цеплять только в отдельную магистраль. Но мы приложим видео, как это все сделано, да. Фото. Прям видео ставим в фото. Вот как это все сделано. Когда будет готово. Не, у нас есть рисунок. А, ну схема, да. Схема, да. Мы эту схему приложим, уже будет более понятно. Ну и все. А дальше уже что? Холодная вода вся с этой гребеночки пришла у нас сюда. Холодная вода с гребеночек ушла везде. Вот. Где у нас раковины, где у нас душевая. Вот. Стоит здесь, да. Сюда пришло. То есть пришло сюда на инсталляцию. И вот холодная вода идет на стиральную машинку. И также заходит в зал уже туда все вывели. Сегодня задача сделать вентиляцию. И сегодня задача сделать канализацию. Ребята у нас делают канализацию, но мы с Павой делаем вентиляцию. И с Серегой. Погнали, Серый.